Привет ребята, вы на Live Today и сегодня очередной видос из жизни пчел в прозрачном улье. Так уж в мире повелось, что кто-то созидает, так кто-то рушит, грабит. Ситуация с пчелами не исключение, у них также есть свои хейтеры. И поверьте, их гораздо больше, чем кажется. В этом видео я покажу вам пчелиных врагов, которых мне удалось заснять на камеру за весь сезон наблюдения. Здесь будут и осы, и восковая моль, и гигантский шершень, и даже огромный паук смог проникнуть в улей. А благодаря тому, что у нас имеется улей именно прозрачные, мы смогли собственными глазами наблюдать то, чего не покажут по Discovery. Для тех, кто по какой-то причине впервые оказался на Live Today, скажу, что прозрачные улей мы сделали еще весной, и с тех пор ведем активное наблюдение за жизнью, наверное, самых полезных насекомых во всем мире. Кто еще не влился в движуху Live Today, подписывайтесь, жмите на колокольчик, и тогда вы точно не пропустите новый видосик с этими высокоорганизованными насекомыми. Субтитры сделал DimaTorzok А начнем, пожалуй, с врага номер один. Ни для кого не секрет, что осы всегда не прочь полакомиться сладким. Именно по этой причине они пристают не только к людям. Помню, как в детстве стоит выйти во двор с бутером, с вареньем, так все осы тут как тут. А если газировку разлить, так вообще жестяк, бандоты слетаются. Что же говорить про пчел, у которых сладостей полон улей. Неудивительно, что осы пытаются всеми силами проникнуть в пчелиный дом и ограбить его. Часто им это удается, ведь осы куда быстрее, сильнее и проворнее пчел. Нашим работникам ничего не остается, кроме как брать не силой, а количеством. Был обычный день для рабочих пчел, как вдруг в их дом забралась оса. Сначала она пыталась переть на пролом по сотам, но ее быстро вычислили и сбросили. Такие уж эти пчелы не хотят лезть в драку первыми. Но оса назойливая решила проскочить по флангу. После непродолжительной погони пчелы обступили осу и вовсю жалят ее. На первый взгляд кажется, что осе уже точно конец, но она сорвавшись проскальзывает в одну из сот, оставляя пчел в недоумении. Хотя те довольно быстро приходят в себя и обступают нагло торчащую из соты заднюю часть осы. Пускай сейчас кажется, что насекомое загнано в угол разъяренными пчелами, но на деле же осе удается добраться в самый низ улья и выбраться через литок наружу. Настолько объелой, что даже толком лететь не может, сидит он на улье и чистится. Что ж, этот раунд явно не за пчелами. А вот этой осе уже повезло меньше, ей не удалось вовремя найти выход, как предыдущей героине. Поэтому в конечном итоге для осы закончилось все плачевно. В этом бою пчелы определенно отстояли свой улей. Если осы разоряют улей, воруя мед, так кропотливо собранный нашими работницами, то такой враг, как шершень, гораздо опаснее для них. Он не только падок на сладкое, а еще и убивает пчел, чтобы кормить свое потомство. Как ни странно, его рацион делает его крайне полезным обитателем сада и леса. Шершень ест различных вредителей, таких как тля, клещи, листобложки. С особым аппетитом пожирает саранчу, мух, ось. Кстати, в странах Евросоюза шершни находятся под охраной государства, и из-за уничтожения их гнезда взымаются крупные штрафы. Не помню точно, когда это было, но где-то в середине лета наш прозрачный улей атаковал гигантский шершень. Буквально с порога он получил нерадушный прием в виде пчелы, которая кружилась над ним в попытках ужалить, но все никак не могла прицелиться. Такое недружелюбие никак не остановило злодея. Распихав пчел лапами, он удобно устроился на летке, чтобы собирать нектар, сладенького захотелось. А вот смотрите, как пчела схватила шершня за лапу и вытягивает слитка. Я раз в 10 этот момент перемотал. Фух, если бы он понял намеки и подумал, а стоит ли ему вообще продолжать забираться внутрь. Смотрите, как он, несмотря на свои габариты, по сравнению с пчелами, пытается пролезть в леток полностью. Как видим, коварный шершень довольно близко подобрался к цели, но на этот раз он точно связался не с теми пчелами. Обступив нарушителя, эти высокоорганизованные насекомые просто вытягивают его из улья. Нетрудно заметить, что пчелы все еще не настроены на конфликт и просто защищают свой дом. Если бы шершень мог мыслить стратегически, он бы понял, что ему тут не рады, но храбрость и жажда сладкого толкают его лезть на рожон. После этого пчелам ничего не оставалось, кроме как стать стеной в летке, чтобы закрыть ему доступ. При этом они еще и навалились на шершня снаружи, чтобы не дать ему сбежать. А вдруг это разведчик? Еще и армию сюда приведет. Видать, поэтому пчелы и заманили его внутрь, что стало главной ошибкой шершня. Взбешенные пчелы, как по команде, набросились на шершня и зажалили его насмерть. Хотя бывают случаи, когда пчелы набрасываются сверху, образуя клубок, поднимая температуру тела и таким образом буквально сжигая заживо своего врага. Битва окончена и тело шершня была сброшено в пропасть слитка. Это противостояние в очередной раз доказывает, что связываться с пчелами себе дороже. Если первые два противника были видимыми и их нападение пчелам удавалось отражать, то следующий враг невидим, но от этого не менее опасен. Нет, это не невидимка, а личинка восковой моли. Она селится в местах, в которые пчелам трудно добраться из-за строения улья и спокойно живет в тепле, питаясь их воском. Это существо настоящая головная боль для пчеловодов, поскольку вытянуть ее или же помешать забираться под улей довольно проблематично. Но если пчелам все же удастся добраться до врага, то ему можно помахать ручкой. Вот здесь четко видно, как пчела обнаружила личинку и ведет с ней борьбу. Другим пчелам также интересно, что это такое. А может они пытаются помочь? Но главная героиня, на то она и главная и не желает делиться славой. Пчела находит выход и в конечном итоге вылетает из улья вместе с личинкой восковой моли. Лишнее доказательство, что пчелами связываться не стоит, даже если ты просто личинкой и не воруешь мед. Два раза я такое видел и оба раза пчела долго металась по рамке, не зная как избавиться от назойливого червячка. Еще бы, ведь нужно продолжать работу, а тут отвлекайся на всяких вредителей. Эта неразбериха продолжалась, пока я не выкрутил шуруп, фиксирующий стекло и не выпустил пчелу с врагом в зубах. Нам остается только догадываться, насколько далеко пчела унесет его от своего домика. Но самым, ребята, неожиданным врагом, которого мы сняли за весь сезон наблюдения ульи, оказался огромный паук. Казалось бы, ну что ему нужно в улье полном пчел, ведь он привык их вылавливать по одной, но нет, и этот лезет туда же. Ребята, там просто гигантский паук, меня через стекло очень страшно смотреть, я, блин, не представляю, пчелы невероятно смелое создание. Мне, блин, тут сердце, блин, дыхание перехватывает, а они еще и с ним воюют при этом. Даже непонятно, куда именно он пробрался, но готов поспорить об этом решении, он очень быстро пожалеет. Пчелы быстро среагировали и буквально истыкали его своими жалами. Он, наверное, даже сделать ничего не успел, шершень в этом преуспел и то гораздо больше. Иронично, но таким образом, кровожадный охотник, в чью паутину явно попала не одна пчела, сам стал добычей для десятка озлобленных пчел. Попробуем сейчас выкрутить шурупы и вынять того паука. Этого пчела, надо бог, его сейчас сожрут, на него посмотреть хочется. Ой, какой же он гигантский. Ух, страшно, и пчелка, кстати, выпала, эта пчелка, видать, которая его и ужалила. Мне его даже без дыханого как-то стрёмно в руках держать. Ну что ж, респект пчелам. Все пока, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»